Всем привет и добро пожаловать ко мне на канал. Мой канал посвящен синтезаторам, электронной музыке, а также моему творчеству. Если вам такое интересно, обязательно подписывайтесь. А сегодня мы рассмотрим очень важную тему, тему модульных синтезаторов. Потому что для многих модульный синтезатор является какой-то некой отправной точкой к профессиональному звуку или к продакшену. Как хотите это называйте. В общем-то, каждый сам для себя решит, что для него модульный синтезатор. Потому что я знаю, что есть люди, которым вообще он неинтересен. Есть люди, которые только и мечтают о модульном синтезаторе. И в этой серии видео я решил разобраться, поскольку у меня был модульный синтезатор, я решил разобраться в положительных качествах и в отрицательных качествах модульного синтезатора, который может повлечь за собой его приобретение. И сегодняшнее видео 5 причин, почему вам не стоит покупать модульный синтезатор. В конце этого видео я приведу субъективные свои причины, которые не войдут в состав 5 основных причин. Так что не переключайте, смотрите видео до конца. Мы начинаем. Модульный синтезатор состоит из модулей. И первая основная причина заключается в том, что его сложно настраивать. Нужно определиться с питанием, которое будет питать ваши все модули, с его мощностью, с брендом этого питания. Нужно придумать, какой кейс у вас будет, потому что кому-то нужен большой, кому-то нужен маленький. Все эти аспекты, они, конечно же, решаются в процессе. Заранее очень сложно что-то подгадать, потому что вы никогда не знаете, на чем вы можете остановиться, или ваш аппетит может настолько разыграться, что вы потом соберете модульную стену. А модули подключаются вот таким шлейфом. Нужно смотреть, где минус, где плюс. Все эти моменты, они очевидно понятны тем, у кого есть уже модульный синтезатор. Но тем, у кого его нету, конечно же, изначально придется подзапариться. И это трудоемкий процесс, в отличие от того, что просто купить какой-то семимодуляр, или просто обычный синтезатор, подключить его в розетку и уже писать музыку. Также интеграция обычного модульника с другими девайсами, которые имеют там линейный, например, аудиовыход, довольно сложна, потому что вам понадобятся конверторы, или вам понадобятся конверторы из MIDI, или, например, не вольт-октава, а какие-то другие параметры, например, буклы, другие сигналы, у корга, у старого тоже другие сигналы. В общем, все эти нюансы повлечет за собой приобретение или собирание вашего модульного синтезатора. Так что, если вы к этому готовы, имейте это в виду. Вторая причина — это стоимость. Стоимость модульного синтезатора очень высока. Каждый модуль может равняться примерно по стоимости с каким-то десктопным синтезатором, а иметь всего лишь одну функцию, поэтому его стоимость, конечно же, увеличивается в разы, потому что приобретая один или два модуля, вы потратите примерно стоимость, которую можете купить один или два синтезатора. А к этим модулям вам придется докупать еще дополнительное оборудование, которое я перечислял выше, чтобы коннектить его с другими девайсами. В общем, стоимость модульных синтезаторов высокая. Можете посмотреть в любом интернет-магазине и убедиться в этом. Третья причина — это ограниченный функционал малого количества модулей. То есть, если у вас всего один или два или три модуля, по сути, вы будете иметь какой-то небольшой голос, ну, может быть, какую-то легкую модуляцию одного осциллятора. А для того, чтобы синтезатор запел хорошо и, там, может быть, вы полностью на нем трек написали, вам понадобится, если, конечно, не по очереди все записывать, то вам понадобится большое количество модулей. И в этом еще один недостаток. Он как бы и цена, и при этом еще ограниченность вот этих вот малого количества модулей. Поэтому, имея всего один, два или три модуля, вы мало что можете с этим сделать, конечно же, если вы не будете записывать это слоями. Но это, наверное, не всегда удобно, хотя каждый выбирает свой путь. Четвертая причина, по которой не стоит покупать модульный синтезатор, это отсутствие пресетов. То есть, вы не можете взять и сохранить вашу работу, которую, например, вы вечером делали, вечером не записали, и решили, там, с утра продолжу, включаете заново, клок, там, рассинхронился, и у вас все поехало. Вы не можете повторить этот же патч. Вам придется начинать все с нуля. Конечно же, есть модули, которые сохраняют в себе пресеты. Например, это могут быть какие-то секвенсоры, которые хранят в себе меди-данные дорожки, там, или что-то типа того. Есть цифровые модули, которые сохраняют осциллятор, волну, например, да, и вы можете потом начать с этого же звука, ну, плюс-минус. Но, так или иначе, всю систему вам придется заново патчить. Если вы купите обычный синтезатор, вы можете включить любой пресет в любое время суток, и у вас будет этот звук. Пусть это будет сохраненный, ну, либо пресет, который заводской был настроен заранее для этого синтезатора. Так что выбирайте. Если для вас это не проблема создавать звук все время сначала, с нуля, то модульный синтезатор, возможно, это ваш выбор. Но если вы планируете постоянно возвращаться к этому пресету, например, на концерте для того, чтобы играть какой-то бас определенный в треке, то обычный синтезатор вам подойдет, наверное, больше. Пятая причина – это необязательность приобретения модульного синтезатора для большинства музыкантов. Возможно, для кого-то это будет не секрет, но не все музыканты стремятся к тому, чтобы купить себе модульный синтезатор как некая вершина этого айсберга, чтобы получить там лучший инструмент в мире. Многие музыканты создают музыку прекрасно и без этого. Этот инструмент не является обязательным для всех. Какого-то дополнительного прироста в вашей музыке, конечно же, он не дает. Он дает альтернативное, скажем так, воспроизведение или записывание музыки с помощью патчинга и настройки каких-то модуляций. Далеко не секрет, что обладатели Еврорек синтезаторов в большинстве случаев с собой не являются музыкантами, а людьми, которым просто это интересно. Так что обязательно подумайте об этом, когда вы будете думать о покупке или собирании модульного синтезатора. Теперь я расскажу вам о своих субъективных причинах, по которым не стоит покупать модульный синтезатор. И первое – это отсутствие тепла и характера вот такого винтажного звука в модульном синтезаторе. Еврорек синтезаторы вообще появились уже давно, но современные модульные синтезаторы гонятся за компактностью и нередко происходит так, что все компоненты, они современные и уже не так тепло и винтажно звучат, как аналоговые синтезаторы. Поэтому, если вы ищете винтажный аналоговый звук, то, скорее всего, вам нужно посмотреть в сторону винтажных синтезаторов. Потому что Еврорек модули, которые, например, содержат клевые компоненты 2000-х годов или еще раньше, это такие вот не SMD-шки, а такие плотные транзисторы и резисторы такие толстые, которые, по моему мнению, являются залогом теплого звука. Не все модули содержат в себе это. У меня был один модуль AFG, у него было две платы, они как бутерброд были такие, и там он даже требовал два шлейфа питания, не один. Ну, то есть найти звук в Еврорек системе, именно аналоговый винтажный звук, тот еще челлендж. Поэтому, если вы думаете об этом, я думаю, что есть смысл посмотреть в сторону винтажных синтезаторов. Еще одна причина, по которой не стоит покупать Еврорек синтезатор, это то, что можно найти альтернативу среди других направлений. Например, вы можете поставить цифровую программу VCV-REC, и там те же модули, многие модули, которые есть в реальном мире, можно использовать в цифре. Ну, как минимум, для того, чтобы начать, можно попробовать установить себе VCV-REC и попробовать эти, вообще, в принципе, нужного модульного синтезатора или нет. Max4Life девайсы также позволяют сделать некий патчинг и приблизиться к модульному синтезу. Ну, и также можно приобрести семимодулярный синтезатор, что гораздо дешевле и в то же время уже даст вам возможность соединять одно с другим, для того, чтобы получать свой уникальный патч и свой уникальный синтез. Еще одна причина – это питание. Питание, на самом деле, у EuroREC синтезаторов довольно прихотливое. Есть два типа питания – импульсное и линейное. Линейное питание, оно практически не шумит. Ну, наверное, оно не шумит, да, а импульсное, оно зачастую шумит. И это зависит от того, какие модули у вас на борту, потому что некоторые модули бывают конфликтные. Если их поменять местами, то они, может быть, не шумят. Но у меня, например, мой 4MS, который сейчас у меня есть питание, оно постоянно шумит. Я постоянно двигаю модули, и это не всегда помогает. У меня был Make Noise, импульсное питание тоже. Оно меньше шумело, но так или иначе, все равно какой-то звук присутствовал. Линейного питания у меня не было никогда. Быть может, в ближайшее время я подумал о том, чтобы купить себе линейное питание, потому что таскать с собой EuroREC на выступлении я уже не очень-то хочу, в связи с тем, что я не могу сохранить патчи, ну и прочие дела. То есть для красоты я не вижу смысла его носить. А до студии – да, пожалуйста. Поэтому, скорее всего, я тоже посмотрю в сторону уже линейного питания, чтобы была модульная система не шумящая, но при этом давала модульность в звуке. Ну и плавно я затронул тему того, что носить с собой EuroREC синтезатор на выступлении не очень комфортно, потому что это обычно большие такие тяжелые ящики. Это вносимо тому, что носить с собой виниловые пластинки. Это не очень тяжело, и в то же время тяжело. Если вопрос стоит критичный, например, куда-то далеко лететь, если вы, например, живете в одном городе и в этом же городе играете, может быть, есть смысл принести. Но если мы говорим о путешествиях, каких-то профессиональных выступлениях, то, скорее всего, EuroREC для вас будет некой обузой. Ну и укротить такой сырой звук, конечно, понадобится хороший какой-нибудь компрессор или, в общем, мастер-прибор, который все это дело суммирует на выступлении. Короче, это не всегда удобно. А если это еще и импульсное питание, которое место мало занимает, то, наверное, это еще и шум. Розетки в клубах всегда разные, так что сто раз подумать стоит об этом еще. Еще одна из немало важных причин моих субъективных, что EuroREC может сработать как элемент прокрастинации, потому что когда вы думаете о том, что вот сейчас я куплю себе определенный модуль, вот он-то классно звучит, и я начну писать музыку, когда вы его покупаете, вы думаете, так, ну вот сейчас я к нему еще один куплю модуль, и вы, в общем, падаете в эту кроличную нору, и постоянно еще модуль, еще модуль, еще модуль. Это может вас серьезно отдалить от того, чтобы вы прогрессивно двигались в сторону продуктивности, чтобы материал у вас появлялся, чтобы музыка новая была. Не для всех, конечно же, но для многих людей это может так работать, поэтому внимательно отнеситесь к этому. Музыка может получаться из того, что у вас уже есть, и, конечно же, никакой новый модуль ничего нового не привнесет, а скорее, наоборот, породит еще кучу различных сомнений и каких-то стратегий, как развить определенный сетап для того, чтобы писать когда-то музыку, и мы тем самым откладываем этот момент написания музыки все дальше и дальше. Так что вот. Вот такие причины, которые я сегодня для вас перечислил, являются причинами для того, чтобы не покупать модульный синтезатор, подумать о том, чтобы приобрести, например, какое-то другое устройство, ну или вовсе писать музыку не на инструментах, а с помощью компьютера. Надеюсь, для вас это видео было интересно и полезным. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если вам это понравилось. Если у вас есть возможность, становитесь бустером. На бусте я выкладываю дополнительный эксклюзивный контент. У нас есть там закрытый чат, где можно пообщаться. Ну и ждите вторую часть этого видео. 5 причин, почему стоит покупать модульный синтезатор. Там я постараюсь раскрыть аспекты, почему у меня есть модульный синтезатор и зачем он нужен вам. До скорой встречи. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok